Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. По словам юриста, у Гитана Леонтенко сложный характер. Дело о махинациях с наследством Алексея Баталова, продолжает обрастать новыми интересными подробностями. В то время, как вдова артиста, Гитана Леонтенко обвинила Михаила Цивина и Наталью Дрожину в мошенничестве, те не растерялись и заявили, что у самой Гитаны Аркадьевны были корыстные помыслы относительно наследства. Михаил рассказал, что вдова Баталова якобы хотела, чтобы имущество не досталось дочери актера от первого брака, Надежде Баталовой. И именно поэтому она переписала на посторонних людей всю недвижимость. Как оказалось, непростые отношения у вдовы актера и с родной дочерью Марии Баталовой. Михаил Цивин рассказал, что у Гитаны Леонтенко сложный характер. Благодаря ему, как отметил сам юрист, вдова актера нашла себе помощницу по хозяйству, которая помогала ей не только по домашним делам, но и с Марией, которая в силу болезни не может никак себя обслуживать. Несмотря на добрый жест со стороны матери, между Баталовой и Леоненко произошел конфликт. И вот однажды у Гитаны Аркадьевны было плохое настроение, и она нагрубила Лене, а Маша за домработницу заступилась. Претензии маме Маша за всю жизнь высказала. Начиная с того, что родилась инвалидом, и заканчивая смертью обожаемого ею папы. Михаил Цивин отметил, что у него сохранилась тетрадь, в которой Мария Баталова в категоричной форме высказывается о Гитане Леонтенко. Юрист предположил, что причиной плохих отношений между вдовой и дочкой Баталова стала гордыня вдовы Алексея Баталова. По словам юриста, Гитана зачастую не считалась с дочерью. Мне кажется, Лена перестала Гитану устраивать, так как стала свидетельницей ее позора. У меня есть тетрадь, заверенная нотариусом. Там моя переписка с Марией Алексеевной. В ней ни одного хорошего слова о маме. Кроме того, как рассказал Цивин, Гитана Аркадьевна в присутствии посторонних выгнала из дома юриста с его супругой. Тогда они поехали к нотариусу, чтобы ликвидировать договор пожизненного содержания, напоминает экспресс-газета. Однако Леонтенко заявила, что ничего расторгать не будет, потому что впервые об этом договоре слышат. Тем не менее, Цивин и Дрожина все еще пытаются вернуть семье Баталова недвижимость. Ей 85 лет. Мы очень переживаем за Машу. Пытаемся вернуть недвижимость, но их адвокаты не соглашаются. Ради памяти Алексея Владимировича мы хотим закончить тяжбу. Примечательно, что 24 декабря стало известно о том, что обвиняемые в мошенничестве Михаил Цивин и Наталья Дрожина срочно распродают свое имущество. Адвокат вдовы Алексея Баталова Юлия Антонова переживает, что таким образом супруги пытаются спрятать свои накопления от следствия. По словам юриста, семейная пара уже выставила на продажу автомобиль Мерседес, а денежные счета они обнулили уже давно. Напомним, скандал вокруг наследства Алексея Баталова разгорелся в сентябре текущего года. Вдова артиста Гитана Леонтенко и его больная, ДЦП, дочь Мария, обманным путем лишились доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, а также двух апартаментов и крупной суммы денег. В мошенничестве обвинили близких друзей звезды фильма «Москва слезам не верит актрису Наталью Дрожину» и ее супруга юриста Михаила Цивина. На этом все. Подпишитесь на наш канал и поставьте лайк, если понравилось. Субтитры создавал DimaTorzok